Немножко о фигурациях поговорим. Нередко аккомпанирующим голосам придают выразительность гармонические, мелодические, ритмические фигурации, требующие от ансамблистов балансированной интенсивности звучания. Конечно, когда больше ног, просто на одну единицу времени, это уже все-таки создает определенную звучность. А бывает в солирующем голосе мелодия выписана крупными длительностями. И что делать? Вот, например, у фортепиано звук угасает, значит, об этом нужно заботиться. Либо бывают какие-то особенности регистров у струнных инструментов, не самые звучащие регистры, и тоже не очень прослушиваются. Что делать тогда? Как найти баланс? Итак, фигурация или фактурный рисунок голосов музыкальной ткани имеет три чистых вида. Фигурация гармоническая, мелодическая и ритмическая. Их смешанные комбинации разнообразны. Что такое гармоническая фигурация? Фигурация. Движение голоса по звукам аккорда имеет очень важное, а часто самостоятельное выразительное значение в музыкальной фактуре. Мелодическая фигурация. Движение голоса по аккордовым и неаккордовым звукам. Ритмическая фигурация. Повторение однотипных астенатов ритмических рисунков. Следует принимать во внимание подробности изложения фигурации. А именно, плотность фигурационного рисунка. Какими длительностями выписан, в какой гармонии. Динамика. Акцентуация, есть она или нет. И высотно-регистровое положение. В особых регистрах она встречается. Та или иная фигурация. Либо в средних, либо в высоких. Давайте посмотрим. Например, трио ре минор аренского первая часть. Начало. Самая главная партия. Характер произнесения фактурного рисунка голосов во многом определяет темп произведения. Вот аллегра модератор. Относительно спокойные движения гармонические фигурации. Вот такой колеблющийся гармонический пункт. Мы должны ощущать движение триолями. Но аккуратно найти баланс. Аккуратно, например, с динамикой в правой руке. Больше по левой руке. Потому что в тесситуре правой как раз вступает скрипач. Даботиться нужно об этом. А вот, пожалуйста, пример скорого движения гармонических фигураций. Мендерсон соната. Вторая соната. Велончельная. Первая часть. Вот такие пассажи фортепианной партии. Вот здесь уже можно и активнее использовать артикуляцию пальцев. Найти какое-то противодействие между пассажами восходящими в правой руке и нисходящими в левой руке. Поспорить как бы друг с другом. Это пример мелодической фигурации. Мелодическая фигурация часто встречается в сопровождающих голосах и определяется как подголосочная или полифоническая. Порой напевно-орнаментальный подголосок, обогащенный торцовыми опеваниями, вспомогательными, проходящими звуками, начинает оспаривать плавенствующее значение тематического голоса. И в относительно спокойном движении образуются напевные и напевно-перифонические мелодические фигурации. Вот в меланчелле здесь солирующий голос, а как интересно вторят ему фортепианные партии вот эти мелодические попивки и создают такое полифоническое звучание. Вот пример Шуберт Форель Квинтет, первая часть, заключительная партия. Здесь скорое движение. В этом случае формируются пассажные фигурации, фортепианные партии, которые могут иметь прямое движение, где тоническая или хроматическая гамма, или образовывать замысловатый мелодический орнамент, как здесь. Через кварту есть движение. А вот пример ритмической фигурации. Брамс, слово Брамс, соната, опыт 108, первая часть. Разработка первой части. Весь сочетание темов мелодических фигураций рождает их смешанные сочетания. Вот это ритмическая фигурация.